Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя» и я, ее ведущая, Мария Бодрова. Обещаю, сегодняшний выпуск вы будете смотреть с открытым от удивления ртом. Наш герой, профессиональный стоматолог, расскажет, как сделать свою улыбку безупречной и почему бояться стоматологов совсем не стоит. Милую девушку Машу боятся многие взрослые, но до поры до времени пока не откроют рот. Она и мухи не обидит, зато мастерски борется с кариесом, налетом, пульпитами и прочими неприятностями. Мария – стоматолог, и каждый день она старается сделать все, чтобы ее профессия не стала детским кошмаром. Слово «бойся» или «больно» вообще нельзя говорить в этом случае, когда первый раз идешь на прием к стоматологу. С детишками нужно сначала, может быть, даже ничего им не делать, просто покатать их на кресле, подарить им подарок. Потом они уйдут довольны, и второй раз придут, и они будут лечить зубы. Специалист уверен, что больно делают себе только те, кто зубы запускает. За ними нужен правильный уход. В таком случае вы сэкономите дважды. Во-первых, нервы, во-вторых, солидную сумму. Так что в первый раз к стоматологу надо идти в первый месяц жизни, а потом взять это за хорошую привычку. Начнем с пасты. Яркие упаковки все-таки больше маркетинговый ход, но для собственного успокоения можно попробовать и специализированную пасту, направленную на борьбу с определенной проблемой, будь то запах табака или отбеливание. Главное, чтобы она содержала фтор. Зубную пасту надо выбирать по содержанию фтора в ней. То есть взрослому человеку содержание фтора должно быть около полутора тысяч ппм. Единички содержания фтора. У детей будет до 6 лет 500 ппм, с 6 до 12 тысяч ппм фтора. Здоровье зубов напрямую зависит от их частоты. В Америке является нормой, когда после еды в кафе человек идет в туалетную комнату, и чистят зубы. Все они давно приучены к тому, что вылечить эту часть организма – значительные расходы. И потому ухаживают за своими зубами, как за дорогой шубой или за новым автомобилем. На чистку каждого зуба должно уходить в среднем 8 секунд. Умножаем на 32 и получаем чуть больше 4 минут. Согласитесь, это совсем немного, но очень сэкономит ваши же деньги. Для начала надо выбрать хорошую зубную щетку. Наш специалист однозначно рекомендует электрические. Это помимо тех движений, что вы совершаете рукой, электрической щеткой, вы совершаете те же движения, как и обычной зубной щеткой, но помимо этого она еще совершает свои движения. То есть она пульсирует, она вращается в разные стороны, получается лучшее очищение идет. Не надо чистить зубы вдоль зубного ряда. Вы не дрова пилите и не на скрипке играете. Надо сметать грязь зубов. Поэтому правильно совершать круговые движения от зисны к зубу. Щетки сами по себе бывают разных степеней жесткости. Многие считают, что щетки из натуральной щетины намного лучше. Это большое заблуждение. В натуральном волокне быстрее появляются бактерии. В результате в скором будущем такой предмет гигиены превратится в рассадник заразы. Так что ее необходимо менять раз в месяц. Электрическую можно реже. Насадки на электрическую зубную щетку меняются раз в 3 месяца. Либо по процессу изнашивания, либо раз в 3 месяца. Например, если это будет ортодонтический пациент, который чистит электрической зубной щеткой зубы с брекетами, соответственно, у него износ насадки на щетку будет быстрее, чем 3 месяца. Но если так получилось, что до голливудской улыбки вам далеко, не отчаивайтесь. Все можно исправить. Вопреки рекламе наш стоматолог рекомендует ни в коем случае не отбеливать зубы химическими препаратами. Они только разрушают его поверхность. Для этого есть другие, более гуманные способы. Но для этого придется встать и пойти к врачу. Зубной камень и налет практически невозможно удалить в домашних условиях. Посещать стоматолога раз в полгода, проходить профессиональную чистку, для того, чтобы не образовывался зубной камень, чтобы не было проблем с воспалением десны. И сейчас фторировать еще зубы – это тоже полезная процедура, особенно в детском возрасте, в подростковом возрасте. Зубы можно очищать двумя способами. Твердое отложение боится больше всего ультразвука. Мягкий может победить метод ЭРФО. На зуб направляется струя аэрозоля, воздушно-водная смесь с частичками мелкого чистящего вещества. Воздействие хорошо очищает от пигментных загрязнений у курильщиков и любителей кофе. Зубы становятся светлее на 2 тона. Для укрепления эмали специалисты проводят полировку в торсодержащими пастами и аппликациями в торгеле. Вся процедура занимает час, а в результате вы получаете здоровые и красивые зубы, а главное – свои собственные. Ну вот видите, стоматолог – это совсем не страшно. Он, как профессиональный стилист, может полностью изменить ваш образ. Улыбайтесь во все 32 зуба и смотрите программу «Азбука потребителя». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok